Это круги по домам, что панорамно. Да, это можно езжать в другую ценовую категорию. Это же дома, как сказал, от 150 до 250 тысяч, да? Да, до 300 тысяч. До 300 тысяч. Вот такой вот дом, смотри, сколько принесет это может стоить? Ну, он 280 затянет, 240. Смотря кондишн в середине, смотря... Потому что есть в середине, что облаживать все дубом, там, доска или красиво. А есть, что простая, стандартная там кладка, которая не там нормально. А вот такой вот сколько может стоить? Вот такой он 180. Он как слева, то он такой вот 200, а тот ниже уже за 140 можно взять. Потому что сайдинг и все это. Хотя по объему в середине этот может быть даже и больше, и лучше. Просто от материалов дешевле. Сайдинг построенный он, и он так как бы может быть дешевле. Ну, такие дизайнеры, я смотрю, варианты. Варианты разные. У них американцы все на машинах, так что они всегда на фронт-деске, впереди это всегда гаражи. Потому что машины приехал, машина заехал. Ну, дома такие. Ну, тоже смотрю чистенький райончик. То есть здесь тоже живут приличные американе. Все, это среднестандартный американский дом. Средний класс, да, кто здесь проживает? Средний класс, да. А вот он там, справа. А, вот надпись sold out. Sold out, это не продался. Продавался, видимо, да. Тут и купил все. Ну, они живут в таких концернальных районах. А сбоку такие площади, флазы у нас называют. А вот продавец, кстати, смотри-ка. Да, стоит. Надо же вон. For sale. Даже там стоит. Можно взять sale. Вот это оригинальный дом. Да, интересно, европейский какой-то дизайн такой. Видишь, тут почти они старались как бы так не одинаково. Вон, по-моему, тоже еще продают спереди. Я себе вижу правильно табличку. GPS Home. О, тоже чистый такой английский вариант. Да, занятно. Вот это чисто из кирпича. У него сложил. Видишь, я здесь цену держу. Все, можно там обмечать сейчас, пойдем в другой район. Вот здесь что-то. Ты говоришь, что там тебе память и потает, да? Да, память есть, сейчас снимем. Ну, здесь спокойно, то есть тут, грубо говоря, никакого криминала вечером. То есть спокойно выходишь, гуляешь. Детей можешь спокойно выпустить. Никто, никуда, ничего. Я думаю, что и машин тут патрулируют. Снаружи этого... Полицейские ездят. Дверь в основном дома никто не закрывает. Я тут видел, даже машины брошены открытые здесь. Они бросают. Да, вот он стоят. Тут я уверен, что вот эти машины, вот этот, одно и второе двери открыты. Можно зайти и сесть в машину. Потому что не знаю, что тут чужой, никто не зайдет. Ну и сейчас тут струя в Америке. Они все ставят себе вот эти видеокамеры. На компьютер ставят, что у них, что во дворе делается. Они все видят. У него не все записано. Нельзя это не бояться. Приехала компания деревья, садят, кустики. Был гараж, территория. Да. Все, все. Так что, видишь, они уже сейчас не то, что там просто как бы сайник. Они уже немного кирпич, камень, сайник. Это как бы так комбинируют. Комбинируют, да. Нету. А у тех, которые из чисто сайдинга, А то же мы сейчас заедем в другой район. Берется, смотрю, растут. Да. Юлочки. Юлочки практически как в России местность вообще. Очень красиво на Крисмос, на Рождество американское. Все украшают, все деревья. Ставлят надувных Дед Морозов, стыгурочек, там вот эти, там, например, всякие там игрушки. Очень красиво. Все горит в огнях. И так целых две недели. Приезжают специальные компании, которые снимают видеофильмы, как то, как украшают. Кстати, устраивают соревнования, кто лучше украсит свой дом. И кто украсил лучше свой дом, там денежное вознаграждение. У них, правда, денежное вознаграждение может быть 500 долларов. А люди покупают игрушек на украшения на 5000 долларов. Ну, это престижно. American Dreams, American Drive Life, Drive Life. Возвращаемся. Ну, что, в следующий район едем, да? Да. Ну, что, в следующий район едем.